Скоро игра твоей команды. Ты надеешься на победу. Весь в предвкушении игры. Но ситуация меняется. Тебя терзают сомнения. Они вытянут игру или их занесет на повороте. Ты берешь себя в руки, потому что уверен, от них будет выплат. Знаешь, что они готовились. Понимаешь, они идут правильным курсом. И даже когда шансов нет, ты веришь, они выигрят. GGBet. Дай волю азарту. Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Я рад приветствовать всех вас у экранов телевизоров. Ближайший час, настоящий праздник футбола. GGBet, Краснодарская футбольная лига. Четвертый тур. Встречаются команды Луганг и Езидия. Конечно, тот факт, что команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, никоим образом не умаляет интерес к этому матчу. Потому что тот же Луганг, который на данный момент делит с 14 по 16 место с командами «Авангард» и «Фудзон». Потихонечку по ходу турнира нашипывает свою игру. Напомню, команда строится по ходу чемпионата. Практически полностью обновился состав. И думаю, что в ближайших турах мы увидим уже боеспособную команду. И если сегодня Езидия вышла на матч, думая о том, что 3 очка ей уже обеспечены только потому, что они лидируют турнирной таблице, конечно, они могут поплатиться за такой подход в сегодняшней игре. Но футболисты Езидии, как мы с вами знаем, профессионально подходят к делу. И не думаю, что какая-то недооценка соперника будет иметь место в этом матче. Давайте ознакомимся с составами играющих команд. Футбольный клуб «Езидия» в воротах Давид Цигнадзе. Далее. Рустам Аяян, номер 5. Руслан Брайан, номер 8. Давид Антонов. Армен Григорян, номер 99. Джамал Джаварян, номер 7. Рашид Джаварян, номер 59. Амар Мамаян, капитан команды, номер 8. Рашид Мамаян, номер 11. Главная ударная сила Езидии. Эдгар Саруханян, номер 7. Роберт Худаян, номер 76. Футбольный клуб «Луганг» в воротах Николай Воронцов. Полевые игроки Мекан Бабаев, Рамазан Едиджи, Михаил Ефанов, Дмитрий Постоленко, Александр Сикачев, Тигран Симонян, Игорь Шевляков и несколько новых игроков заявили буквально перед этим матчем футболисты «Луганга» — это Мевлютов, Волков и Платонов. Да, команда строится по ходу турнира. Пожелаем ей удачи и будем верить, что в ближайших турах команда сможет дать бой и грандом чемпионата. Луна прямо сейчас к грандом чемпионата мы можем отнести и футбольный клуб «Езидия», которая идет без потерь. 100% результат у команды. 9 очков набрано в трех матчах. «Езидия» с мячом. Пытаются на правом фланге обострить игру. И зарабатывают штрафной удар. Не очень близко до ворот. Тут и желтую карточку получает футболист «Луганга». Так, это у нас Джамал Джабарян на газоне. Будем надеяться, что все обойдется. Ну, все. Поднялся футболист. Заморозка действий. Ну, здоровья, здоровья еще раз футболисту. Нужно быть поаккуратнее. Нужно беречь друг друга. Прихрамывая покидает поле Джабарян. Навес. Опасно тут. Заметался мяч в штрафной площади «Луганга». Выбили мяч. И Давид Цигнадзе будет выбивать мяч от ворот. Тайный пас. Линию нападения. С мячом «Луганг». И точная передача. И «Изиди». Хороший пас. И угловой зарабатывает «Изиди». Так, что тут показывает арбитр. Была ли игра рукой. Футболисты «Изиди» настаивают на том, что футболист «Луганга» сыграл рукой. И вар в действии. Вот таков уровень нашего любительского турнира «Жиджи Бэт КФЛ». Не во всех матчах российской премьер-лиги можно увидеть видеоассистент рефери. А у нас он есть. И не просто есть. Мы им активно пользуемся. Итак, Виталий Дорошенко пошел поочию убедиться, что же было в этом эпизоде. Будет пенальти или угловой. Посмотрим, каков будет вердикт арбитра. напряжение футболиста и «Луганга», и «Езиди». Одни надеются на угловой, другие верят, что все закончится пенальти. Так, ну все. По-моему, все-таки угловой удар. Да, угловой удар. Прекрасно, что вот так вот можно посмотреть и делать правильный вывод. Удар! Ну вот такой вот угловой в исполнении «Езиди», который едва не привел к забитому мячу. Так, тут уже нарушает правила футболиста «Езиди». Да, повторюсь, что это, конечно же, замечательно, что можно воспользоваться системой «Вар» и вот в таких вот спорных ситуациях принять правильное решение. порой одно неправильное решение арбитра может конечно же судьбоносное решение иметь для команд. «Езиди» «Езиди» с мячом. Перехватили матч футболиста «Луганга». Потеря вот тут сигнализирует игрок «Луганга», что мяч шел от футболиста «Езиди» и Дорошенко соглашается с ним. Борьба в центре поля. Небольшой сумбур в действиях футболистов. Пытаются обозначить преимущество футболисты «Езиди». Но «Луганг» около 10 минут сыграно в матче. Не сказать, что «Езиди» играет с аутсайдером. Это то, о чем я говорил. «Луганг» по ходу турнира начинает сыгрываться. И это, конечно же, очень хорошо. Хорошо, когда в турнире достаточно много конкурентоспособных команд. И сейчас вот в середине турнирной таблицы сразу пять команд имеют по четыре очка. Выносит мяч подальше футболист «Луганга». «Луганг» «Луганг» в случае победы в сегодняшнем матче. «Луганг» выиграл и надо сказать убедительную победу одержали горняки обыгран принципиальный соперник футбольный клуб цска со счетом 71 так вот в данной минуте донбасс пока единолично возглавляет турнирную таблицу еще одна команда которая могла случае победы набрать 12 очков это команда иглз но матч орлов перенесен на резервный день и теперь только езидия может догнать донбасс но для этого нужно очень постараться и одержать сегодня победу у лугангана на сей счет конечно же свои расчеты и свои планы цыгнаться будет побивать мяч отворот в конце апреля gg bet краснодарская футбольная лига планирует запустить еще один турнир добро пожаловать добро пожаловать в ряды краснодарской футбольной лиги одна из лучших лиг россии поэтому идя навстречу пожеланиям тех команд которые не успели заявиться премьер-лигу лига решила начать отбор под новый турнир который ориентировочно стартует в конце апреля восемь команд примут участие в чемпионате матчи будут проходить с 16 до 18 часов на стадионе куб гту приглашаем всех поклонников футбола и приглашаем команды осталось несколько вакантных мест успейте занять успейте стать частью краснодарской футбольной лиги потому как перед участниками кпл открываются огромные перспективы чего стоит только возможность участия в чемпионате россии куда попадет победитель турнира под эгидой кпл да и тот уровень то планка которую задали организаторы краснодарской футбольной лиги конечно же не могут не радовать участников турнира опаснейший удар то эдгар саруханян и у поворотом чуть выше ворот очень мощная медиа поддержка у турнира о нас говорят пишут разных ресурсов городских так что присоединяйтесь и будьте частью краснодарской футбольной лиги повторюсь что-то с бутсами у вратаря луганга не думаю что это банальная затяжка времени конечно же лугангу ни в коем случае нельзя тянуть время им нужно набирать начать набирать очки то место в турнирной таблице которые они на данный момент занимают они замыкают турнирную таблицу конечно же никак их не устраивает нужно стараться набирать очки и с лидерами и со всеми другими командами на ровном месте сейчас ошибается футболист езиди извиняется перед партнером аут около 16 минут сыграно матче 00 вот она возможность для атаки луганг разряжает обстановку у собственных ворот и очередная попытка уйти в атаку футболиста в езиди хорошо открывается тут слева футболист хорошая передача завозился тут с мячом футболист езиди но партнеры помогли хорошо держит мяч в эти минуты езиди потеря и нужно возвращаться иначе можно пропустить острую контратаку подстраховал партнера футболист езиди хороший темп держат команды нарушение правил караулит тут на передней линии эдгар саруханян с этим футболистом нужно быть очень и очень внимательным защитником луганга может сотворить гол из ничего эдгар угловой зарабатывает вот он редкий стандарт ворот в езиди вот такими вот шансами нужно пользоваться лугангу подача езиди устремляется в очередную атаку вот так вот из глубины решили подключить футболиста навес штрафной площадь легкой добычей футболиста луганга становится мяч можно играть показывает арбитр а вот зарабатывает луганг но так нельзя так нельзя играть просто на ровном месте привезли угловой на свои ворота борьба на правом фланге футболисты езиди с мячом хорошо хорошо тут разобрались подоспел защитник луганга вынес мяч подальше от собственной штрафной очередная атака накатывается на ворота луганга ну вот в эти минуты можно сказать что потихоньку вырисовывается преимущество езидий но совсем чисто символическое можно сказать пока до опасных моментов серьезных колевых моментов дело не доходило удар опасным и помним в исполнении эдгара саруханяна и практически больше ничего нарушение правил ну вот нарушение правил стали частыми концу первого тайма замена в составе езидий рашид жаварян ходит на поле саруханян готовится пробить стенка принимает на себя этот удар опять с мячом футболисты езиди очередной удар выше ворот около пяти минут играть еще первом тайме 00 ну даже поэтому первом тайму видно что луганг с каждым туром прибавляет и будет интересно наблюдать за этой командой следующих турах и ждем первых очков от этой команды не просто будет играть с этой командой любой любой из клубов премьер-лиги езидий с мячом хороший пас мяч поля расстрел можно бить отсюда поворотом точно что-то все удары исполнение футболистов езидий пролетают не мимо и выше ворот пристреливается отворот убивает николай воронцов далеко вперед выбил мяч навязываю тут борьбу и что тут у нас нарушение правил быстро разогревает мяч давид сигнадзе торопятся футболисты езиди конечно же хочется им уйти на перерыв с более комфортным результатом вот она очередная атака езиди удар поворотом гол 1-0 вот он 55 номер составе езиди рашид жаварян который несколько минут назад вышел на замену открывает шот в матче две с небольшим минут играть первом тайме езидия повела то небольшое преимущество которым владели футболисты езидии воплотилась в забитый мяч точный удар исполнение рашида джаваряна и шот в матче открыт армен григорян ассистировал джаваряну в этой голевой атаки еще время есть даже в первом тайме у футболистов луганга постараться отыграться но тут как бы 2 не пропустить посмотрим будут ли рисковать футболисты уже в первом тайме или постараются довести хотя бы так что тут у нас опять с мячом автор забитого мяча хорошо было задумано вратарь на месте хорошо тут оттесняет корпусом григорян и от ворот выбивает мяч цигнадзе последняя минута первого тайма пошла потихоньку раскатывает мяч езидия будут ли обострять или постараются поддержать мяч футболисты езидии вот она возможно для 2 так вот могли уйти на перерыв при счете 2-0 футболисты езидии и только мастерство николая воронцова спасает луганг от этого и свисток арбитра на перерыв отдохнем мы с вами скоро игра твоей команды ты надеешься на победу весь предвкушение игры но ситуация меняется тебя терзают сомнения они вытянут игру или их занесет на повороте ты берешь себя в руки потому что уверен от них будет выплат знаешь что они готовились понимаешь они идут правильным курсом и даже когда шансов нет ты веришь они выигрят джи джи бет дай волю азарту итак стартует у нас второй тайм матча джи джи бет краснодарской футбольной лиги между командами луганг и езидия в конце первого тайма точный удар рашида джаваряна и счет матча 1-0 пользу футболистов езидии а на последних секундах первого тайма езидия вовсе могла удвоить свое преимущество но николай воронцов выручил свою команду смотрим смотрим за этим интереснейшим матчем если до матча многие предрекали легкую прогулку для футболистов езидии в этом матче то ход матча показывает что луганг потихонечку приходит в себя потихоньку команда сыгрывается и уже представляет собой добротный коллектив добротный коллектив аут зарабатывает езидия на правом фанге вот такой вот аут в исполнении езидии но все равно что угловой очень далеко бросил мяч футболист но не сумел сару ханян должным образом зацепиться за мяч и от ворот разыгрывает луганг какую-то перепасовку тут устроили вблизи собственных ворот футболисты луганга так можно и потерять мяч но разобрались луганг с мячом потеря хорошая атака может нет нет угловой заработала езидия и очередной угловой будет подавать джаварян опять навешивает в штрафную площадь удар по воротам опаснейший момент был сейчас у ворот луганга серии рикошетов и так атака продолжается удар мимо ворот это руслан брайан бил по воротам всякий раз футболисты луганга устраивают при вводе мяча от собственных ворот перепасовку и довольно таки опасно выглядеть это со стороны опасно для собственных ворот я имею ввиду но хорошо тут играет езидия на своей половине поля опасный момент ударов реальнейшей возможности сейчас упускает Эдгар Саруханян прекрасно прекрасно сыграл в воротах Николай Воронцов очередной раз спас свою команду хорошую атаку провели футболисты езидии в одно касание пил по воротам Саруханян вот он опять с мячом дриблинг фирменный потеря но тут партнеры помогли разобрались удар по воротам везде сушь Эдгар Саруханян вот она попытка атаки у Ганга хорошо можно бить удар рядом со штангой пролетает мяч ну а до этого было нарушение правил вот такой вот отложенный штраф и желтая карточка Цигнация разыграла мяч ищет партнеров защитник езидии красивая передача но тут мяч задел руку и штрафной уверенно проводит матч Виталий Дорошенко никаких нареканий к арбитру в первом тайме был эпизод когда Дорошенко воспользовался помощью БАР футболисты езидии рассчитывали на одиннадцатиметровый удар но БАР показал обратное и только угловым довольствовалось езидия кстати тот угловой удар розыгрыш углового едва не не привел к забитому мячу Луганг с мячом хороший перевод на правый фланг дождь начался у нас в Краснодаре и футболистам в первую очередь футболистам атаки нужно думать о том чтобы почаще бить поворотом мокрое поле мокрый мяч и вратарь не всегда может зафиксировать даже простейшие удары по такой погоде поэтому нужно пользоваться и дальними ударами право на штрафной получает Луганг навес не точно неудачно разыграли мяч футболисты Луганга а такими моментами им нужно дорожить ездите потихонечку выходит из обороны извиняется перед партнерами Брайан упустил мяч в аут луганг с мячом выход выход один на один мог бы сейчас случиться но ценой нарушения правил защитник ездите останавливает эту атаку и право на опаснейший штрафной удар получает Луганг вот она вот она возможность для взятия ворот вот она возможность сравнять шот матч посмотрим посмотрим что придумают футболисты Луганга так арбитр указывает место где должна стоять стенка цигнадзе регулирует так удар поворотом но вот так вот плохо разыгран штрафной реальнейшая возможность упущена для взятия ворот грамот грамотно выстроил стенку давид цигнадзе и стенка принял на себя этот удар и только угловой заработали футболисты луганга и также плохо исполнили его так же плохо как и штрафной удар дождь усиливается но команды показывают очень хороший темп несмотря на погодные условия царуханян с мячом передача потеря тут же прессинг от футболиста за езидей за езидей интересно было наблюдать и в первом зимнем турнире ну а в этом чемпионате команда показывает уже более зрелый футбол и претендует на самые высокие места так что тут у нас показывает виталий дорошенко бывали нарушение правил судя по всему до фиксирует нарушение правил и штрафной часто стали нарушать правила футболисты езиде тем более близи собственной штрафной площади найдется ли в составе луганга футболист который сможет наказать езидю за такие вот нарушения середина второго тайма у нас опасный момент опять бездарно разыграли штрафной удар футболисты луганга и вот она контратака хороший момент удар и тут чудом только не попадает ворота все тот же эдгар саруханян опять нас три атаки он оказался и имел возможность сейчас удвоить преимущество своей команды не получилось второй гол ой как нужен сейчас езиде чтобы как-то успокоить игру езиде с мячом хороший перевод на правый фланг саруханян с мячом прострел мяч попадает в сетку но с внешней стороны ворот воронцов будет выбивать мяч в поле и делает это не очень уверенно и мяч становится легкой добычей футболистов езиде очередная атака опаснейшие атаки стали пропускать футболисты луганга не сказать что увлекаются атакой игроки луганга и при этом пропускают какие-то контратаки у них и в атаке не очень получается и в защите часто часто стали пропускать острейшие атаки один только эдгар саруханян дважды на последние минуты мог огорчить вратаря луганга езиде уверенно контролирует мяч на своей половине поля так игра рукой была арбитр все видел свободный удар мяч чуть больше десяти минут до конца матча окнавес удар поворотом мимо очень скользкий счет матче такой же скользкий как и поле у нас данный момент 1-0 1-0 у нас тут все в рамках правил аут зарабатывает изиде небольшая пауза у нас в игре не торопится амар мамаян вот вот только теперь бросили аут футболисты изиде удар мимо цели футболисты футболисты так на своей половине поля футболисты луганга и вот только теперь пересекают центральную линию потеря и вот нет тут ах хотя тут поборолся поборолся футболист изиде и вполне мог сейчас заработать и штрафной накаляются страсти в нашем матче конечно же лугангу очень не хочется в четвертый раз проигрывать в этом сезоне ну а езди очень хочется одержать четвертую победу подряд поэтому отсюда и все страсти в этом матче далеко вперед выбивает мяч братарь луганга вот она возможность удар ну вот она реальнейшая возможность чтобы сравнять шот матче у футболистов луганга и можно сказать что немножечко повезло все-таки и езиди что мяч не оказался в их воротах практически самый опасный момент ворот езиди за весь матч и создан он за 7 минут до конца матча как лежит на газоне у нас пятый номер луганга нарушение правил фиксирует виталий дорошенко очень высокого уровня у нас арбитры в нашем турнире это и виталий дорошенко успевший поработать в российской премьер-лиге это и Михаил Менщиков поработавший украинской премьер-лиге вот такой вот уровень Краснодарской футбольной лиги лучшие операторы лучшие операторы работают в нашей лиге лучшие фоторепортеры и лучшие журналисты от отсюда и интерес нашей лиги и со стороны болельщиков и со стороны футбольных клубов 16 лучших коллективов города представлены в премьер-лиге и как я уже говорил в начале репортажа совсем скоро стартует новый турнир в котором примут участие еще восемь команд несколько вакантных мест еще осталось так что уважаемые друзья поторопитесь поторопитесь заявить свою команду лучший любительский турнир города Уганг с мячом около пяти минут играть еще в матче 1-0 ведет Изидия и вот такие вот небольшие футбольные хитрости от Давида Цигнадзе это дополнительные несколько секунд выигранных в этом матче пас пас назад Брайан с мячом передача на правый фланг Мамаян хорошо тут играет Изидия бьет бьет поворотом Джамал Джаварян кстати в первом тайме травму получал Джаварян и мы рады что футболист смог вернуться в игру прихрамы прихрамывая покидал он пределы поля аут зарабатывает луганг нужно нужно торопиться футболистам луганга очень мало во времени остается в их распоряжении подтягивается тут футболисты луганга в линию атаки ну уже пора и рисковать пора рисковать нужно подключаться и защитникам к атаке думаю что так и сделают футболисты луганга а тут очередное нарушение правил и опасный штрафной зарабатывает луганг непосредственной близости от ворот езиди несколько раз приблизительно с этой дистанции получали право на штрафной футболисты луганга но всякий раз не очень удачно распоряжались выдавшимся шансом посмотрим как будет на этот раз девятнадцатый номер луганга в стойке Роналду посмотрим исполнение будет а-ля Роналду нет исполнение конечно же на уровне футболистов Тамбова так что тут у нас очередной штрафной отсюда уже чуть далековато до ворот но тоже можно пробить разыграли мяч будет ли удар завязалась борьба молодцы футболисты езиди выбили мяч подальше от ворот вот около двух минут еще играть в этом матче очень интересная игра держит напряжение до последнего вот автор забитого мяча на наших экранах это Рашид Джаварян и если все таки закончится можем смело считать его лучшим игроком матча Несколько реальных возможностей было и у Эдгара Саруханяна но сегодня что-то у главного Галеодора езиди не заладилось вот очередной удар рядом со штангой лучшая защита это нападение и футболисты езиди знают это и пользуются этим торопятся торопятся футболисты Луганга успеют ли они провести очередную атаку совсем мало времени и вот такая не точная передача ну все финальный свисток арбитра поздравляем езиди с четвертой победой к ряду догоняют они футбольный клуб Донбасс и у нас на данный момент двоевластие турнирной таблицы ну а мы с вами прощаемся до новых встреч друзья смотрите футбол смотрите краснодарскую футбольную лигу до свидания приятного до свидания